Привет, это Навальный. Распаковка. Вот что нам нужно. На ней получают кучу подписчиков. А мне нужны подписчики. Вы наверняка видели 150 таких видео, где известные блогеры, да и кто угодно, они достают из упаковок всякие гаджеты и внимательно их рассматривают. Ну вот и мне надо сделать то же самое, но при этом как-то выделиться, привлечь внимание. А это нелегко, ведь кто-то, например, распаковывает айфона за 500 тысяч рублей, или ноутбук за 700 тысяч рублей, или телефон за 20 тысяч долларов. Но я принимаю вызов. Я готов к конкуренции. И если уж мне дебютировать в распаковке, то я сегодня распакую гаджет за 10 миллиардов рублей. Не верите мне? Смеетесь и говорите, что таких гаджетов не бывает, потому что их просто никто не купит? Деточка, это Россия. Здесь такие гаджеты не только есть, но и купил его именно ты, мой неверующий зритель. В этой коробочке сосредоточены, сконцентрированы все суперизобретения путинской России. Это передовой край. Это олицетворение того, что смог сделать Владимир Путин и его команда в области высоких технологий. Вы же знаете, что у Путина есть такой главный, специальный человек, Анатолий Чубайс, который отвечает за технологии, и отвечает за то, чтобы мы догнали и перегнали Запад в самых передовых отраслях. Вот для этого Путин и сам Чубайс создали структуру под названием Роснано. И за 10 лет ее существования вложили в нее более 240 миллиардов бюджетных денег. И когда кто-то критикует Роснано, они вот именно эту штуку демонстрируют критикам. Типа замолчите, посмотрите сюда и умрите от восторга. Анатолий Чубайс даже сравнил этот проект с ракетой. Мы считаем, что этот проект сейчас находится вот на старте, как ракета. Но откуда у меня в руках эта мощная ракета, спросите вы? Ха! С гордостью могу заявить, что эту удивительную коробочку подарили в России двум людям. Владимиру Путину и мне. А подарил мне ее лично Чубайс, глава государственной компании Роснано. Дело было в ходе дебатов, где я пытался доказать, что Роснано это бесполезная контора. А Анатолий Борисович такой раз достал эту коробочку. Смотри, мол, Алексей, и удивляйся. Мы умеем работать. Это вот названный вами продукт, который бессмысленно, который вы совершенно не верите. Но это ваше право в него верить или не верить, точно. Но мое право вам его подарить. Я вам его дарю. Прошло время. Я драгоценную коробочку хранил. И теперь мы точно знаем, что произошло с этим проектом с того момента. И сегодня мы исполним поручение Анатолия Борисовича. Готовы проверить? Давайте проверять. Итак, берем коробочку. Смотрим на нее. На ней есть важная пояснительная надпись. Чехол для телефона Popslays с дисплеем Plastic Logic. Это дочернее предприятие Роснано, в которое они и инвестировали 10 миллиардов рублей за 4 года. То есть, они просто купили доля в одноименной английской фирме еще в 2010 году. Вот в нее и вбухали все деньги. Зачем они это сделали? Невозможно нормальному человеку понять. Фирма к тому времени существовала уже 10 лет. Она пыталась производить такие гибкие экраны, но у них категорически ничего не получалось. Они пытались сделать планшеты, но потом в какой-то момент вышел айпад и все это потеряло смысл. Они пытались приладить свои дисплеи и там, и здесь, и даже открыли завод в Германии, но дело у них никак не спорилось. Вот в 2010 году о них писали сразу после провала выпуска их планшета. Ходят слухи, что компания выставлена на продажу, но покупателей у нее нет. И тут на британских ученых снизошла благодать. Чубайс со своими миллиардами денег из российского бюджета. Это была крупнейшая разовая сделка в истории европейских венчурных инвестиций. Ну что же, откроем и взглянем, что же находится внутри и что же, собственно говоря, обошлось нам с вами в 10 миллиардов рублей. Потом мы подложим, наверное, какую-то торжественную музыку под этот момент. Открываю. Та-дам! Вот. Что мы видим? Первое, это большую торжественную надпись «Роснано» с их логотипом. Собственно говоря, это и есть тот самый чехол. Давайте я его аккуратно достану. Нужно аккуратно обращаться с гаджетом, который стоит 10 миллиардов рублей. Чехол, у которого есть второй экран. Вы можете пользоваться экраном. С этой стороны мы видим такой, ну, стандартный экран, как у любой электронной книги. Но, впрочем, он довольно кривой. Вот я вижу по бликам, что здесь есть такой горб, где логотип «Роснано» и с этой стороны какие-то такие вздувшиеся штуки. Но вообще, это такой стандартный экран, как и телефонной книги. С этой стороны у нас есть указание, что прибор работает через Bluetooth. Давайте посмотрим, что еще в этой коробочке есть. Есть инструкция. Она довольно короткая и простая. Четыре пункта, как запустить это. Но тоже, в общем-то, сделано под такой типичный эпплский девайс, где все должно быть очень просто. Включил и заработало. И у нас есть шнур. Давайте достанем его сразу. Обычный стандартный китайский шнур. Все. Соб, давайте поролончик. Вытащим поролончик, посмотрим. Но вдруг еще что-то завалялось. Мало ли, нам скажут потом, что 10 миллиардов рублей стоила какая-то такая маленькая штука, которую мы не достали. Нет, коробочка пустая. Вот все, что есть. 10 миллиардов рублей перед вами. Давайте попробуем в соответствии с инструкцией включить эту штуку. Инструкция говорит нам, что нужно зарядить. Мы заряжали это примерно 40 минут до начала нашей демонстрации. Попробуем включить. Значит, смотрим. Одна кнопка есть. Внутри никаких кнопок нет. Ничего. Есть штука для зарядки и кнопка. Нажинаем на кнопку и ждем 3 секунды. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Ничего не получилось, не зарядилось наше устройство, но давайте тогда к нашему прекрасному белому столу добавим отвратительный серый грязный удлинитель. Так, у нас появился удлинитель, мы берем шнур, включаем удлинитель и в... Опа, все включилось. Подождем немножко и теперь снова пытаемся провести тот же самый фокус в полном соответствии с инструкцией. Нажимаем раз, два, три. Заработало. Так, он нам показывает, ну то есть что-то заработало и показывает какие-то, я не знаю, что это, такой заголовки, наверное, или какая-то стилизация, значит, подгазетные заголовки, подгазетные. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три. Короткое нажатие. Знаете, как в детстве был такой калейдоскоп. Ну то есть то, что происходит сейчас, похоже, что это, знаете, когда поломаны электронные книги, одна картинка просвечивает через нее, другая картинка. Вот сейчас одновременно мы видим и смайлик, через него просвечивается геометрический узор, который был до этого, а под ним еще и видны вот эти самые газетные заголовки, короткое нажатие, извините, появилась какая-то такая табличка, что-то, видимо, ежедневника, которое возможно. То есть, видимо, короткие нажатия, они демонстрируют различные возможности, которые должны появляться, но на самом деле не демонстрируют, потому что вот нажимаешь и одна картинка накладывается на другую. Ну хорошо, вот сейчас у нас просвечивается Роснан. Давайте попробуем следующим пунктом что-то сделать уже с нашим телефоном. У нас появился телефон, тот самый iPhone 6. Мы на нем заранее установили приложение Pop, вот оно и есть. Нажимаем, запускаем это приложение. Он нагрузится и просит нас сразу ввести свои какие-то данные. Ну давайте введем, ставим email. One hour later. Пока идет регистрация, давайте немножко расскажу про компанию Plastic Logic, которая помечена вот здесь вот на коробочке, ну и которая собственно говоря и освоила эти 10 миллиардов рублей. Вот этот же самый Plastic Logic, он должен был выпускать и такие планшеты для школьников. Возможно, вы помните, такая была громкая история, но как только этот планшет с такой поверхностью показали специалистам по гаджетам, они назвали это просто упрощенной версией неудавшегося планшета трехлетней давности. Ну и кроме того, ни учителя, ни школьники просто не смогли им пользоваться, потому что изображение там было тусклое, учебники были не адаптированы, а сам планшет ломался чаще, чем другие аналогичные. В какой-то момент экраны с такой вот технологией Чубайс с Путиным решили не импортировать, а производить в России, а именно на новом высокотехнологичном заводе в Зеленограде. И в Зеленограде Руснана заявила, что не хочет не только завод, но и научный центр исследований и разработок. Прекрасная идея. И импортозамещение, и рабочие места с молодыми специалистами, а посмотрите, какой красивый завод. Жалко только то, что он нарисованный. В общем, и планшеты, учебники, и завод по производству вот таких вот штуковин оказался вообще никому не нужен. Это был просто абсолютно провальный проект. Его, собственно, и свернули, ничего не построив. И к 2014 году все крупные сторонние инвесторы, которые финансировали этот проект, вышли из него. И доли остались только у Роснано, которая с 2015 года является фактически единственным владельцем фирмы Plastic Logic, которая указана на этой коробочке. Один из базовых принципов всех наших инвестиций, а у нас на сегодня 87 проектов, стоит в том, что мы всегда миноритарный акционер. У нас не просто всегда есть частный партнер, а есть партнер, который является контролирующим акционером. И делается это не просто так, а для того, чтобы мы в результате деятельности в любом проекте могли выйти из этого проекта. После того, как чехольчик с треском провалился, показывать его стало довольно стыдно, и Роснано постаралась откреститься от проекта, и даже они выпустили специальный пресс-релиз. Мол, это все производители, чехла плохо сделали, а мы тут ни при чем. Но сам-то Анатолий Борисович очевидно не согласен с пресс-релизом, потому что, напоминаю вам, он считает, что это ракета на старте. Мы считаем, что этот проект сейчас находится на старте, как ракета. Так, регистрация идет, идет и идет, регистрация продолжается, уже минута идет, наверное, где-то на том конце в английской компании Plastic Logic увидели, что тут кто-то открыл приложение, ввел Ник Путин, и сейчас я представляю, в каком они ужасе, там шухер, наверное, они думают, наш главный спонсор пришел к нам, ждем. В общем, мы ввели несколько различных имен пользователей, несколько разных электронных почт, несколько разных паролей, и окончательно убедилось, что приложение это просто не работает. Мертвое приложение, оно существует, вы его можете скачать в Apple Store, но воспользоваться на практике вы им не можете. Ну ладно, черт с ним, с приложением, давайте мы просто в конце концов уже вставим телефон, посмотрим, как это все работает. По инструкции на обратной стороне написано, что нужно отодрать вот эту нижнюю часть. отдираем, нижнюю часть отдирается. Берем наш телефон с установленным приложением и вставляем. Вставляется, работает. Закрываем обратно, смотрим, что получилось. Так, здесь все то же самое, как какие-то набор непонятных символов. Теперь попробуем сделать все то же самое с телефоном. Пытаемся регистрироваться с телефоном, который имеет включенный Bluetooth. С этой стороны никак не видно никаких следов коммуникации между телефоном и приложением. Здесь происходит то же самое регистрация. Бесконечная длящаяся регистрация. И, в общем-то, вне зависимости, есть у вас это устройство, нет этого устройства, у вас не получится зарегистрироваться и не получится пользоваться, потому что все уже давно умерло. И, ну вот, может быть, там были какие-то функции, когда телефон связывался вот с этой штукой, но мы видим, что, ну, тут ничего не работает. Здесь просто есть экран, через который просвечивает несколько разных картинок. Здесь по-прежнему не работает регистрация. Ну, собственно говоря, 10 миллиардов потрачены, и там на той стороне ничего нет. Здесь даже мобильное приложение не работает у этого всего. Давайте обратно это все разберем. Когда гаджет выключен из сети, можно его вернуть в состояние. Можно его вернуть в состояние. То есть, ничего уже не работает, ни короткое, ни длинное нажатие. Хотел я сделать так, чтобы он показывал нам красивую роднодпись Роснано, но она здесь пропала. Да, вот я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы она мне показала эту красивую надпись Роснано, для того, чтобы я... А, вот она получилась, и я могу наконец-то вот именно с этой надписью перейти к выводам нашего видео, потому что... Ну, вот выводы. Вот такая распаковка. Довольно грустная, потому что эта коробочка, она вполне может стать символом современной путинской России. Вложено 10 миллиардов рублей. Куча людей на этом отлично подзаработала. Интересно посмотреть на доходы самого Анатолия Чубайса за годы активной работы над этим проектом. С 2010 по 2014 год он зарабатывал в среднем по 210 миллионов рублей ежегодно. Мы с Роснано в теме, ведь Чубайс опять на хайпе. Ну, а мы с вами не имеем ни наноучебников, ни завода в Зеленограде, ни инновационной лаборатории, только вот такую вот штучку, хранящуюся в кладовой фонда борьбы с коррупцией. Ну, вы знаете, у нас в инновационной сфере неопределенности всегда высокие. Может быть, что-нибудь из того, что готовится, не получится. Так всегда бывает. Это неизбежно. И тут уже, ребята, ваш выбор. Хотите и дальше так жить? Отдавать свои деньги за это? Ну, тогда поддерживайте Путина и вот такие его высокие технологии. Если вам это все надоело, то голосуйте за меня. Найдите в описании к этому ролику ссылку. Поставьте подпись в поддержку моей кандидатуры. Я стану президентом, я прекращу разбазаривание бюджета и отправлю под суд всех, кто вот на этом украл и постараюсь вернуть украденные деньги. Поставьте лайк под этим роликом, отправьте на него ссылку друзьям и знакомым и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.